Всем привет! Сегодня у нас 4 августа 2020 года. Украина, город Кременчуг. Хочу показать сигнальное плодоношение инжирного персика Соло. Это беломясый сорт. Очень сладкий, очень вкусный. Чем-то напоминает инжирный сортник Тарина Донат. Именно чуть-чуть по вкусу, по сладости, но это персик. Он с легким опушением идет. Сейчас покажу загрузка дереву. Получается, вот это третий год от прививки. Вот такая белая мякоть у него в разрезе. Кстати, неплохо пережил, я смотрю, весну 2020 года с возвратно-весенними заморозками. То есть показал, в принципе, первый урожай. На верхушечке вот такие красавчики висят. Плоды горят. Вот так вот. Плодов, правда, не очень много, но есть. Это дерево как раз село, когда был у нас возвратный заморозок в минус 9. Так, ну что, давайте сейчас нарвем, посмотрим, какой у них сигнальный вес и какой вкус. Более детально расскажу вам. Не, ну красивые. Красивые. Как он себя будет показывать в моих условиях данный сорт. Рвутся в сельжирные персики, конечно, плохо. Вот так вот. Но, это если делается это одной рукой и быстро. Если не спеша аккуратно рвать с прокручиванием двумя руками, то, в принципе, можно нормально сорвать с плодоножечкой. Я одной рукой держу камеру. Мне, конечно, это очень неудобно делать. Вот. Надо держать ветку и прокручивать. Но тут ветка шатается. Не, я так сорвать не могу его одной рукой. С кусочком кожуры рвется данный сорт. Вот так вот. Ну, ничего. Сейчас мы его сорвем и покушаем. Для базара, конечно, лучше, чтобы он с прокручиванием, чтобы с плодоножкой, чтобы он не портился. Вот такие вот плоды очки. Так, плоды не очень, конечно, крупные в этом году. 86. Это первое подношение. 81. Может быть, такой вес у него есть. Но будем смотреть в следующем году. Наблюдать, как он будет себя показывать. Ну, 80, грубо говоря, грамм. 92. Есть вот. 83. Ну, такой вот интересный персик с белой мякотью. Сейчас разрежем его. Сейчас еще тут посмотрим плоды по весу. Так. 92. По 100 нету. 98 нету, наверное. 82. Ну, короче говоря, грубо говоря, все плоды 80 грамм, 82 грамма. Ну, это сигнальное плодоношение. Привит сорт на миндале. Так, давайте разрежем. Плоды посмотрим по мякоти. Рвется, вот он, видите, одной рукой вот так вот с плодоножкой. Вот беленькая мякоть у него. Сорт очень вкусный. Белоснежная такая. А ну-ка, косточка отделяется или нет? Вот этот. То есть можно сорвать вот так вот, но надо постараться. Так, косточка у нас отделяется. Да. Косточка очень маленькая. Вот смотрим, какой плод. И какая косточка. Косточка отделяется. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Шкурка тонкая. Может счищаться. Убирается спокойно. Так, а ну-ка, смотрим по соку. Как тяж давить, е-мое. Ой, это сочный. Е-мое, упал. Сочный, сочный сок есть. Неудобно я шкурку убрал. Неудобно давить его. Ну, этот. Да, вот. Так, ну что, давай смотрим, какой вкус у него. Сладкий, сладкий. Шкурка несъедобная такая. Я пио выкидывал. Как целлофан. Или счищал сразу. В нектаринах вот шкурка не ощущается. А в персиках, вот она неприятная. Она волосатая, как стекловата. То есть ее лучше счистить. Такая, не жуется она. Даже те плоды, которые еще зеленоватые и хрустят, они все равно имеют очень сладкий, насыщенный вкус. И очень сочный. То есть вот плод, это вот этот, кажется, да. Который чуть-чуть зеленоватый. Ну, его если вот так вот давить, гляньте, сколько сколько течет. Хотя вот я еле-еле давлю его. Пусть он еще чуть-чуть зеленоватый. Но он очень сладкий и сочный. И хрустит, а сейчас грызнуло. Короче, сорт вкусный, сладкий. Урожай перенес весенневозвратные заморозки. Перенес отлично. Урожай дал, показал первые сигнальные плоды. Я первый год плодоношения сортом этим доволен. Единственное, мне размер был чуть-чуть побольше. Там где-то 120-130 грамм. 80 грамм, конечно, чуть-чуть маловато. Но если для семьи, для себя, ни на продажу, ни на рынок, то, в принципе, пойдет и такой размер. Будем наблюдать дальше за этим сортом. Смотреть, как он себя будет показывать. Так пока, в принципе, можно рекомендовать. Каких-то замечаний по нему не скажу. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.